Итак, Юрий Висборг, диалог двух дам, подслушанный правдивым автором, в аэропорту города Челябинска, куда по случаю непогоды сделали посадку самолёта различных направлений. Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходи еще злодеи, в этих ресторанах-привокзальных нас и не считают злодей. А я во Владик жму из Ленинграда, а вы знаете, муж там без меня на стенку влез, а вы? Владика и даром мне не надо, я в Мацесту сбросить лишний вес. Излишний вес, он словно бес, он тёмко держит наши органы в осаде, а так же виден он и спереди, и сзади, чтоб он исчез излишний вес. А встаньте, дорогая, и пройдитесь. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит. Крошка при моем-то аппетите, еле помещаюсь я в такси. А вам говорят, масла с ним нет прохода. Чё? А пышных сейчас не очень говорят. Фу, крошка, это ж западная мода, на что, что имеет, то и рад. Излишний вес, он словно бес, он тёмко держит наши органы в осаде, а так же виден он и спереди, и сзади, чтоб он исчез излишний вес. А я вам говорю, не ешьте на ночь. Как так? После восемнадцати, всё, антракт. А, да, ну а если гости к нам нагрянут? Гости? Гости пусть срубают, что хотят. А, как? А, вот ещё, надо съездить в город Мелитополь. Да зачем? Бабка варит там супец один. Да, выпьешь, сразу станешь стройною, как Тополь. Как артист Никулинову летит. Излишний вес, он словно бес, он цепка держит наши органы в осаде, а так же виден он и спереди, а сзади, чтоб он исчез излишний вес. Ну а эти извиняюсь. Что? Йоги. Крошка, это ж словожедший дом. Я однажды завернул нолик под зулот, так еле развязала их потом. Но где же офицер, будь он не ладен? Вон он, он приближается, злодей. Будьте добры, да, пожалуйста, да. Значит так, мне четыре порции оладьи со сметаной. У меня картошки, пиво и сельдей. Излишний вес, он словно бес, он цепко держит наши органы в осаде, а так же виден он и спереди, и сзади, чтоб он исчез излишний вес. Аплодисменты